Игровые технологии На уроках английского языка мы об этом с вами сегодня поговорим и разберем несколько вариантов игр, которые можно использовать во время наших уроков, дорогие коллеги. Вот Юлия нам пишет, Новосибирская область также с нами, Калининград здесь, отлично. Я надеюсь на вашу поддержку и на вашу активность. Наш вебинар рассчитан до двух академических часов. Надеюсь на вашу активность. Если у вас будут возникать какие-либо вопросы, можете смело писать в чате. Я постараюсь по ходу вебинара их комментировать. И если вопросы будут более сложные, то постараюсь на них ответить ближе к концу нашего вебинара. И у нас еще вот Екатеринбург здесь есть, также отлично. Я рад, что вы сегодня с нами. Ну что ж, теперь давайте с вами перейдем к нашему вебинару. Ну что ж, все мы прекрасно понимаем, что уже даже в начальной школе возникают разные проблемы. Например, низкий уровень активности учеников. Каждый педагог, соответственно, старается соотносить и учебную нагрузку, и различные методы преподавания с возрастными и индивидуальными особенностями детей, предусматривая виды работ, которые снимали бы напряженность и усталость. Английский язык в средней школе – это уже очень такой серьезный и сложный предмет, поскольку на уроках учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, читать и к тому же анализировать информацию. И, соответственно, для успешного усвоения информации организация урока имеет очень большое значение, а также очень большое значение имеет для успешного овладения языком. Поэтому, как мы с вами урок спланируем, организуем, так же, насколько просто мы это сделаем, то легче будет информация для восприятия нашим ученикам. Переходим с вами непосредственно на что же такое игра. Постараемся определить. Игра – это одна из важнейших форм релаксации и основная форма обучения английскому языку детей младшего возраста, а также развивает умственную и волевую активность учеников любого возраста и любого уровня подготовки. Уже доказано, что игра – это традиционный, признанный метод обучения и воспитания. Это уникальное средство обучения детей, так как создается доброжелательная атмосфера и ситуация успеха, что немаловажно. Традиционный метод, как я сказал, да, и самое главное – активизация познавательных процессов. Благодаря играм активизируются все познавательные процессы учащихся. Это развивается внимание, память, мышление. И благодаря этим основным трем компонентам мы можем с вами выявить творческие способности наших учеников. В зависимости от игры мы можем понять, ученик ведущий или ведомый, творческий ли он, насколько он активен в том или ином роде деятельности. То есть игры очень хорошо помогают понять, с каким классом мы с вами работаем, уважаемые коллеги. И чем игра будет интереснее, чем игра будет соответствовать требованиям игры, мы о требованиях игры поговорим немножко позднее, тем проще нам будет выявить определенные способности ученику. Возможно, кто-то хорошо рисует, у кого-то хорошо развиты актерские способности, что немаловажно на уроке, дабы создать именно очень такую вот дружелюбную атмосферу во время учебного процесса. Также можно определить определенные цели игровой технологии, поскольку игры — это активный способ достичь многих образовательных целей. Можно использовать игры, чтобы закрепить пройденный материал. Игра также — это превосходный способ подстегнуть учеников, заставить их активно работать на уроке или же поощрить их за сотрудничество. После трудного устного упражнения или, например, утомительного занятия, веселая игра — это идеальная возможность, чтобы расслабиться. Игры помогают снять скованность, особенно если исключить из них элемент соревнования или свести его к минимуму. Быстрая спонтанная игра может повысить внимание, она оживляет, улучшает восприятие. Игра позволяет учителю исправлять ошибки учеников быстро, не давая им глубоко закрепиться в памяти. И игры делают процесс обучения веселым, а это усиливает мотивацию к обучению. Следовательно, благодаря этому мы можем с вами достичь трех основных целей — обучающую, развивающую и воспитательную цели, которые, на мой взгляд, одни из ключевых. Обучающая помогает объяснить языковые особенности, развивающая как раз развивает навыки учебной деятельности, а воспитательная — формирует интерес к изучаемому предмету. Самое главное, что необходимо запомнить, уважаемые коллеги, что игра не является ни целью и ни задачей урока. Игра — это процесс закрепления материала на этапе активизации в речи обучающихся. Это один из способов решения коммуникативной задачи. В зависимости от целей и задач урока, мы будем уже сами подбирать, использовать различные игры. Мы игру подстраиваем под цель и задачу нашего урока, а не наоборот. Это также очень важно понимать. Также у игры есть определенный ряд функций. Их, конечно же, много относительно, но вашему вниманию я представляю четыре основных, которые должны быть в каждой игре. Это развлекательная, коммуникативная, релаксационная и психологическая. Итак, развлекательная функция состоит именно в создании благоприятной атмосферы на уроке. Превращение урока в интересное и необычное событие, а порой даже и сказочный мир, какое-то увлекательное приключение. Все зависит, конечно же, от игры и от нашей с вами фантазии. Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы иноязычного общения, объединения коллектива учащихся, то есть мы их развиваем на группы, команды, пары и так далее. Устанавливаем новые эмоционально-коммуникативные отношения друг с другом. Также это все основывается на взаимодействии только на английском языке. В ходе игры нужно стараться, чтобы ученики старались хотя бы одно слово, но говорить только по-английски. Релаксационная функция – это снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой при интенсивном обучении какому-либо предмету, даже тому же самому английскому языку. И есть такое явление, очень частый факт, что очень часто бывает, вот дети на урок приходят на английский после физкультуры, они все возбужденные, они все, еще вот у них не пропал такой вот азарт, если они в футбол играли или какую-либо командную игру. Соответственно, сразу начинать урок с какой-нибудь новой темы – это всегда очень напряженно, поскольку дети не успевают переваривать новую информацию, поскольку они еще не отошли от уроков физкультуры. Следовательно, необходимо создать такую вот ситуацию расслабления, чтобы они отдохнули, почувствовали себя спокойно, собрались с мыслями, буквально 5-10 минут урока, именно вот провести какую-нибудь игру в качестве woman up, к примеру, мы об этих играх также поговорим. И психологическая функция состоит в формировании навыков подготовки своего организма для более эффективной деятельности. Также это помогает усвоить большее количество информации, и в зависимости от цели и задач, опять-таки, мы можем использовать различные игры. Они могут предлагаться в процессе закрепления учебного материала, на этапе его активизации в речи учащихся. Конечно же, говоря об играх, мы хотим увидеть определенный результат. Так вот, использование игровой технологии всегда дает хорошие результаты, поскольку повышает и поддерживает интерес к предмету, повышает общий уровень знаний, поддерживает интерес и приспосабливает к работе в команде непосредственно. Поэтому также стоит понимать, что это не просто именно коллективное развлечение, а основной способ решения определенных задач обучения на данном этапе, что очень важно. От самых мелких речевых навыков до умения вести самостоятельный разговор. Если мы говорим о результатах, то, конечно же, существуют и определенные требования к игре. Их можно выделить на несколько этапов. Рассмотрим полэтапно. Вот вариант первый, это требования к игре как особому виду детской деятельности. Обязательное осознание детьми игрового результата. То есть каждый ребенок в конце игры должен для себя сделать вывод, а к чему эта игра была проведена, что я для себя запомнил, что я нового узнал. Также осознание детьми правил, соблюдение которых поможет достичь данного результата. Правила должны быть сформулированы четко и доступно, чтобы каждый ребенок понял, что от него хотят, какая перед ним цель, какая перед ним задача. Если правило было недоступно или ребенок не до конца понял, что ему делать, игра может не получиться и займет намного больше времени от урока, чтобы достичь того или иного результата в конце. Поэтому очень важно для начала, естественно, показать на примере, что необходимо сделать и какой должен быть конечный результат. Так наглядное пособие сделать. И, конечно же, возможность выбора конкретного действия в игре каждым ребенком. То есть каждый ребенок должен выполнять определенную функцию в команде. Все зависит, конечно же, от цели игры непосредственно. Но у каждого ребенка должна быть роль. То ли это, например, угадывание слова, то ли наоборот, он должен слово загадать, а потом показать это слово, объяснить, что оно означает и так далее. Соответственно, если у каждого ребенка есть определенное задание, ему это будет намного интереснее, и любой из учеников по максимуму постарается подойти ответственно. Тем более, если мы говорим о командных играх, следовательно, никто из участников одной команды не захочет друг друга подвести. Это также непосредственно учит правильно себя вести в коллективе, в команде, быть именно командным игроком, чтобы его одноклассники знали, что на этого, например, ученика, друга можно положиться, на кого нельзя. Также эта игра очень хорошо, любая игра очень хорошо это может демонстрировать. Также есть требования к игре, как к способу достижения задач обучения. Это, в первую очередь, необходимость точного определения, формирования навыка, умения, которое отсутствовало у ребенка до проведения игры, которое он приобрел в процессе. Также необходимость мысленного усилия. То есть каждый ребенок должен проявлять активность, стараться, по крайней мере. Тем более, если игра интересна, он будет это делать. Нам заставлять его не придется. Вот. Мы также будем сейчас с вами говорить о том, что существуют основные требования к играм. И игра должна, в первую очередь, стимулировать мотивацию учения, вызывать у школьников интерес и желание хорошо выполнять задание. То есть ее следует проводить на основе ситуации, адекватной именно реальной ситуации общения. Игра должна быть принята всей группой. Она непременно проводится в доброжелательной творческой атмосфере. Игра организуется таким образом, чтобы учащиеся могли в активном речевом общении с максимальной эффективностью использовать отрабатываемый языковой материал. То есть, если мы, например, ввели какую-нибудь новую определенную лексику к теме урока, в конце урока можно провести игру «Кто что запомнил?» или на следующий урок игру подобрать именно под закрепление данной лексики. Еще одним важным требованием при проведении различных рода игр является использование всевозможной наглядности. Любые примеры, карточки, картинки, фотографии, чем они ярче, если, например, карточка одна, учеников много в группе, чем больше будет пример, тем лучше будет для восприятия. И как можно ярче должен быть пример, ученики на яркие, необычные изображения, их это цепляет на самом деле, и они будут более внимательны. Соответственно, наглядное пособие играет также одну из важных ролей. Кроме того, мы с вами, коллеги, должны всегда помнить о таких элементарных требованиях для игры, как, например, соответствие игры возрасту детей, изучаемой теме. Нельзя допускать такого момента, когда в игре задействованы не все учащиеся, то, что я говорил вначале. Также нужно удостовериться, что инструкция понятна и усвоена всеми учащимися, и что они уже готовы к игровой деятельности. Также не стоит забывать о том, что обсуждая проведенную игру, оценивание участия в ней школьников, нам следует проявить такт, в первую очередь, особенно при оценке результатов игры. Отрицательная оценка, если мы ее сразу будем давать, начинать именно с негатива, то, естественно, какой мотивации мы в дальнейшем можем с вами разговаривать, если мы первую попытку игровой деятельности оценили нехорошо, скажем так. В любом случае, каждый ребенок проявляет ту активность, которая ему существенна, его различным психологическим особенностям, его индивидуальным особенностям. Это также нужно учитывать. Если у вас человек на уроке проявляет небольшую активность, а вот в игре он прямо раскрылся, тогда, конечно же, это нужно учесть. Даже если он допускал определенные ошибки, лексические, грамматические, уже большой плюс к тому, что он в целом начал стараться равняться на других и говорить. Это также нужно учитывать при оценивании результата. Поэтому желательно начать обсуждение результатов игры именно с удачных моментов, а вот уже потом перейти к недостаткам. Далее идем с вами, коллеги. Игры можно поделить на несколько основных групп. На несколько основных групп игр. На самом деле, это все именно условное деление, поскольку игры могут выделяться на несколько этапов, на несколько уровней. Но, на мой взгляд, данная схема попроще. Можно поделить на языковые и речевые. Языковые, в свою очередь, поделить на три мини-подгруппки. Лексические, фонетические, грамматические. И речевые. Аудирование, чтение, письмо. Соответственно, некоторые игры мы можем с вами комбинировать. Например, хотим в речи использовать не только элементы аудирования, но еще элементы чтения. Это можно делать вполне. Получается просто комбинированная игра. Но игра должна быть соответствующая теме. Опять-таки, буду всегда об этом повторять. И возрастному также уровню учеников и уровню подготовки. Также цели. Цели у первой группы – это, в первую очередь, закрепление именно грамматического материала, повторение или закрепление новых слов и отработка произношения. Цели у речевой группы игр – это моделирование жизненных ситуаций, развитие практического использования языкового материала. Каждая цель достигается путем подбора той или иной игры. Вот перед вами, переходим теперь к более интересной части нашего вебинара. Это игры. Рассмотрим мы с вами несколько игр. Уважаемые коллеги, вам данные игры знакомы? Или для вас это новые игры? Ранее никогда не слышали? Пожалуйста, пишите в чате, в комментариях. Если у вас также возникают вопросы, комментируйте. Я буду стараться по мере возможности отвечать. Вот Анна пишет, что все игры знакомы. Елена Владимировна пишет, что знакомы. Отлично. Кристина также пишет, что она знакома со всеми играми. Хорошо. Светлана Анисимовна к нам присоединилась. Вот только что пишет, что с Оперой у нее зайти не получается. Воспользуйтесь другим браузером, например. Google Chrome работает безотказно. Я думаю, с ним проблем у вас точно не будет. Итак, раз игры знакомы большинству наших слушателей, смотрите, я надеюсь, что из каждой игры вы почерпнете что-то новое. Возможно, данная игра в том ключе, о котором мы все ее знаем, то, возможно, я вам предложу другой вариант. Сейчас мы посмотрим и определим, схожи ли игры между собой или нет. По поводу пряток мы к ним перейдем, и я объясню конкретно, что это такое. Это я ответил на комментарии Светланы Александровны. Вот мы сейчас по порядку пройдемся и о каждой игре поговорим, обсудим правила и значение этих игр. Итак, ну что ж, тогда пойдем по порядку. Итак, первая игра, которую мы рассмотрим, это гонка слов. Word Race. Нацелена она на закрепление лексики, также она оживляет обстановку и предназначена для учеников разного уровня подготовки. Поскольку мы в данной игре закрепляем только слова, мы отрабатываем произношения, фонетические моменты, написание слов, например. Ну и также в зависимости от темы урока подбираем ту лексику, которая нам необходима. Все зависит, конечно же, от тех лексических единиц, которые мы собираемся вводить в ту или иную тему. Итак, правила игры. Доску делим на две половины и сверху обозначаем тему состязания. Затем ученики начинают записывать по одному слове в соответствии с темой. Одно слово, один балл. Побеждает команда, написавшая самое большое количество слов на доске за отведенное время. То есть, как только мы вводим с вами рамки времени, сразу появляется эффект соперничества. Соответственно, активизируем нашу мозговую активность на максимум, поскольку нужно быстренько вспомнить и подобрать слово. Вот вам пример игры. Смотрите, пожалуйста, например, у нас игра «Спорт». Если, например, ученики постарше, перед тем, как описывать тот или иной вид спорта, писать слова, что к нему будут относиться, можно задачу усложнить. Если, например, вы вводили те или иные виды спорта по группам, можно сказать, что перед тем, как прописать тот или иной вид спорта, вначале нужно вспомнить, о какой группе он состоит. И первым делом, что нужно сделать, написать группы видов спорта. Например, winter sports, summer sports, water sports, либо unusual sports, extreme sports. Все будет зависеть от того, как именно мы эту лексику подавали на уроке. То есть, если первая команда учеников написала winter sports, они уже сразу могут продолжать по одному далее писать, что будет к ним относиться. Hockey, figure skating, skiing, swimming и так далее. Другие игроки другой команды тоже можно дать волю дополнять уже ту группу, которая есть. Это также создаст такой вот очень сильный сопернический момент, поскольку, как это мы придумали, а вы еще и пользуетесь. Но можно придумать, например, различный уровень разболовки. Например, те, кто придумал группу, плюс 2 балла, а кто просто дописывает слово, уже 1 балл. Либо 0,5 балла. Ну, смотреть по ходу игры и заранее эти правила, конечно же, объяснить. Возможно, первый раз игра затянется. Но в целом данные игры, они идут очень быстро и очень хорошо. Так, идем дальше. Следующая игра – это правда или ложь. Truth or lie? Данная игра развивает навыки грамматики, позволяет больше узнать о коллективе. Если, например, вы получаете новую группу, новый класс, или дети только-только пришли в школу, например, то подходит также для учеников, но, к сожалению, либо к счастью, подходит для учеников с определенным уровнем подготовки. Ну, давайте мы сейчас данную игру разберем. Правила игры просты. Ученики пишут на листке три предложения о себе. Одно из них является правдой, остальные два – ложью. Ученикам разрешается задавать вопросы касательно утверждений. И в итоге необходимо определить, что правда, а что ложь. Это будет выглядеть примерно вот так. Пишем, например, Эта игра отлично помогает отрабатывать вопросительные конструкции и общие вопросы специальные, разделительные и так далее. И вопрос к подлежащему тоже возможен, поскольку необходимо задавать наводящие вопросы и смотреть на ответы своего оппонента. Как он будет на них отвечать, то есть анализировать, как он говорит, а помнит ли он, когда он, например, в последний раз был в кино, а с кем, а куда ходил, в какой кинотеатр, где находится, какой был фильм и так далее. То есть любой вопрос помогает определить, какое из утверждений неправильное и неправильное. Но для этого нужно уже владеть определенным уровнем лексики. Соответственно, данная игра больше подойдет для среднего и старшего звена. Надеюсь, игра интересна, коллеги, поскольку мы с помощью этой игры активизируем уже ранее полученные лексические навыки, а также вовлекаем в разговорный процесс учеников. Можно по парам поделить, опять-таки, и наблюдать за парной работой, прошу прощения, и поделить, например, на несколько групп, мини-групп, по 3-4 человека, и, например, 3 детектива, один и их оппонент, и они должны выяснить, а лжет ли он или нет. И вот таким вот образом каждый из учеников имеет возможность задать вопрос и высказаться. И самое главное, чтобы также дать такую вот установку, что корректируют друг друга непосредственно учащиеся. А ваша задача именно уже следить за обстановкой на уроке и при необходимости давать определенные комментарии. Если, например, есть ошибки в постановке вопроса, и его одноклассники, этого ученика, они могут также помочь ему правильно сформулировать его мысль. И тогда уже должны подключиться мы. Но в целом игра проходит очень активно, поскольку всем интересно узнать, а кто же солгал. Тем более вопросы могут быть различного характера, и чем больше они будут относиться непосредственно к действительности, тем игра будет интереснее. Вопросы не должны быть выдумкой. То есть определенные два действия должны быть правдой, а вот уже одно из них должно быть неправда. Это довольно-таки интересная игра получается. Следующая игра. «Саймон говорит», «Саймон Сэз». Подходит для учеников младшего звена, развивает внимание, также можно использовать как физминутку. Об этом я поговорю немножко позднее. Вот смотрите, данная игра очень популярна именно в США среди младших учеников. Такие игры для детей на уроке английского языка настолько увлекательны, что ученики хотят провести за ними как можно больше времени, даже в ущерб основным занятиям. Правила игры просты. Один человек, ну один ученик, да, принимает роль Саймона и становится лицом к участникам. Затем Саймон говорит предложение на английском, а остальные выполняют задание. Чтобы подловить игроков, иногда следует упускать фразу «Саймон Сэз». В этом случае тот, кто совершает действие, выбивает из игры, а побеждает последний оставшийся. То есть, вот он пример игры. Данная игра подходит для отрабатывания таких вот простых фраз, когда дети впервые встречаются в учебниках. Например, прочитай предложение, напиши рассказ, посчитай цифры, посчитай буквы и так далее. То есть, повредительное наклонение. Очень эффективная игра, особенно если, например, она детям нравится, этим можно также пользоваться. Например, если мы сегодня себя хорошо ведем, там напишем диктант, мы обязательно сегодня поиграем в игру. Действует, они, маленькие детки, сразу же становятся тише в кабинете. И, соответственно, у них появляется уже то чувство, что вот-вот мы выполним условия нашего учителя, и мы получим такую вот веселую игру. Сам учитель должен, естественно, показать вначале, что это такое. Например, shake your whole body и показать, потрясти телом полностью. Jab up and down, попрыгать вниз и вверх и так далее. Далее попросить ученика, чтобы он выполнял определенные функции. Например, попрыгать, побегать, потопать, похлопать и так далее. И, соответственно, если он говорит Simon Says, это делают все. Если он Simon Says опускает, тот, кто выполняет действие, соответственно, проигрывает и больше не участвует, потому что есть определенные условия. Как физминутку можно проводить в том случае, если уже сам учитель будет говорить Simon Says. И если, например, мы не очень хотим затягивать физминутку, например, буквально секунд 30, можно, например, сказать Simon Says, clap, немножко похлопать и run. И, поверьте мне, с которой попытки побегут все. Соответственно, на этом физминутка заканчивается и приступаем к уроку на такой вот позитивной ноте. На самом деле, очень действенный способ. Переходим с вами далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Уважаемые коллеги, у нас была небольшая техническая заминка. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова просто она по-другому называется немножко. С помощью этой игры мы развиваем разговорные навыки. Опять-таки, способствует атмосфере хорошей на уроке и предназначена, опять-таки, для учеников с разным уровнем подготовки и для детей любого возраста. Даже взрослые могут в нее играть. Правила игры просты. Одному ученику задается слово, и он должен символами, жестами показать его остальным ученикам. Мину нельзя произносить какие-либо фразы, а другие ученики могут говорить только на английском. Можно ввести штрафные баллы, что если кто-то пытается высказаться на русском языке, штрафные баллы. Урок английского языка только на английском. Это способствует и мотивирует также к изучению, плюс просыпается такой вот азарт к предмету. И опять-таки, для детей помладше можно загадывать слова попроще, естественно. Вот Анна пишет, даже буквы так загадываем. Отлично. Это, кстати, для малышей очень классно, когда нужно показать одному человеку букву, например, W. Для учеников постарше, например, были даже такие случаи у меня на уроке, когда одному ученику пришлось... Это был десятый класс. Пришлось показать environmental protection, защиту окружающей среды. Не поверите, но у него получилось. Что он только не делал, но в итоге догадались, о чем идет речь. Это очень интересно, и тем более вариантов много. Опять-таки, активизируется лексика. Но поскольку простота еще в том, что непосредственно все к теме относится, соответственно, само название темы также помогло, так скажем так, угадать, что было загадано. Также можно прорабатывать различные, например, если мы вводим лексику о чертах характера, вот также возможно использовать эту игру. Показать, например, жестами brave, happy, strong, shy, lazy и так далее. И поверьте мне, это идет у учеников любого возраста. Это всегда интересно посмотреть. И так легче и быстрее и проще запоминаются слова, когда все происходит в такой вот необычной обстановке. Вот. Идем с вами далее. И у нас угадай слово. Hot sit. Вы обратили внимание, что угадай слово по-русски и hot sit по-английски не соответствуют переводу. Я сейчас вам объясню, почему. Когда перейдем к правилам, вы поймете, что имеется в виду. Слово мы угадываем, но вопрос как? Эта игра развивает коммуникативные навыки. Также отрабатываем произношение и активизируем лексические единицы. И давайте перейдем теперь к самим правилам. Ученики делятся на две команды, причем один садится лицом к классу и спиной к доске. На доске записывается группа слов для каждой команды, а угадывает один ученик, соответственно. Это и называется то место, на котором он сидит, hot sit. Затем ученики по очереди из обеих команд по одному садятся напротив ученика и пытается ему помочь отгадать слово на доске. Можно использовать слово и предлагать, не использовать, прошу прощения, описывать слово и предлагать ему синонимы. На каждого ученика мы отводим определенное время, например, там, по минуте, и выигрывает та команда, которая первая отгадала все слова на доске. Вот нам Светлана Анисимовна советует сделать своеобразные маски с поражением эмоций, то ролевая игра будет более многообразной. Масками меняются, если угадал слово. Очень хорошая идея. Я также учту, на самом деле, замечательная мысль. Я думаю, что коллеги тоже ее себе отметят. И пока ученик один сидит в спиной доске, другие стараются ему это слово объяснить синонимами, либо описать это слово, что оно означает и так далее. Опять-таки, используем английский язык. Для этого, конечно же, уже требуется определенный уровень подготовки, но в целом игра также протекает в очень такой вот хорошей, дружественной обстановке. Вот пример игры, например. Можно написать, если мы хотим, да, показываем, говорим о том, что там элементы мебели, какие-либо, например, кровати разные, которые могут быть, и нужно показать, объяснить, что это такое именно на одну вот тематику, о том, где можно спать взрослому, ребенку и так далее. Это немножечко, конечно, может затруднить именно описание слова, но, зная, что лексика была отработана, и ученики эти слова знают, это будет, конечно же, упростить задачу. Вот. Поэтому варианты данной игры могут быть различные в зависимости от того, о каких лексических единицах мы говорим и какие из них мы встречали во время основной темы нашего урока. Далее переходим к такой игре, как найди дорогу. Find a way. Перед началом выполнения задания целесообразно, конечно же, это повторение нашего маршрута, глаголов движения, предлоги, словосочетания, которые помогают описать маршрут и так далее. Поэтому, опять-таки, это повторение, закрепление глаголов движения, предлогов, и также идет повышение внимания. Это очень необходимо для того, чтобы игра прошла успешно. Правила игры просты. Первый этап ученики читают инструкции и выполняют задания, находят по плану нужное здание и выписывают в пропуск его название. Во втором этапе мы предлагаем ученикам уже разработать свой маршрут. А на третьем этапе ученики могут сами придумать план и нарисовать карту или же взять настоящую карту местности, где ученики по очереди играют роль туриста. Вот такое даже творческое задание получается. Когда дать волю фантазии ученикам, особенно нарисовать что-то свое, составить свой план, это всегда необычно и интересно, поскольку они будут стараться думать о таких различных поворотах, мостах, пройти по мосту, под мостом и так далее. То есть, чтобы усложнить своему товарищу задачу, как правильно дойти до определенной точки. Поэтому это всегда интересно и лексика отрабатывается очень быстро и очень хорошо. Вот пример игры, например. Мы вот Юахия, там где красный крестик, и нам нужно дойти например до бас-стейшн. Следовательно, указываем дорогу, как необходимо пройти и так далее. Вот Анна пишет, что играет так с карты Лондона. Совершенно верно. можно брать любой известный город, распечатать его детям, например. Можно взять любой город абсолютно мира, который им нравится, их интересует и так далее. Соответственно, игра всегда интересна. Можно сделать карту побольше, проявить такую вот фантазию и усложнить ее, где будет много-много зданий, много вывесок и так далее. Также мы сможем повторить различные профессии, например, как пройти в сувенирный магазин и так далее. То есть помогает, опять-таки, формировать лексические навыки. Очень действенный способ, особенно, если пример карты большой, и таким вот образом они могут прямо выходить к доске и на этой карте уже искать, говорить по очереди, где что находится и как куда пройти. Вот. Как вариант. Вот Светлана Аниси предлагает взять карту, которая позволяет найти сокровище. Как вариант, также возможно, следующая игра, о которой я буду говорить, как раз плюс-минус похожа, но там именно идет отработка лексики. Вот она, прятки как раз, hide and seek, где мы активизируем единицы лексические, также игра предназначена для учеников разного уровня подготовки. Развиваем коммуникативные навыки и отрабатываем вопросительные предложения. Игра hide and seek, прятки, очень проста в своем использовании. На листке бумаги дети рисуют одинаковые квадраты, которые являются их комнатами. Необходимо расположить на рисунке стол, софу, кресло, коврик, в общем, любой элемент мебели. Ученикам нужно обвести кружочком у себя в листочке то место, предположим, за креслом, где они спрятались, и одноклассники стараются выяснить, кто где спрятался. С помощью вопроса Are you under the armchair? Are you behind the sofa? И тогда тех пор, пока не угадают. Это как морской бой своего рода. То есть, опять-таки, увлекательная игра, и закрепляем полученные знания с помощью этой игры, например. Следующая игра Tic-Tac-Toe. Крестики-нолики можно отлично использовать именно на разогреве, на начальной стадии урока, как Women Up, практикуем, опять-таки, грамматику и развиваем коммуникативные навыки. Вот так же Светлана Анисиевна нам предлагает, что можно привязать данную игру к видам транспорта, когда ехать. Совершенно верно. То есть, уважаемые коллеги, любая игра может подвергаться нашим с вами усовершенствованиям. И одну и ту же игру, когда мы переигрываем несколько раз, ученикам становятся, они уже знают, что от них хотят, уже нет такого азарта. Но когда мы демонстрируем какие-то нововведения, это, поверьте, всегда останется этот азарт, и ситуация в том, что ученикам это будет нравиться и интересно, это беспроигрышный момент. Поэтому, да, если мы с вами проявим уже личную фантазию, и, например, ту же самую игру find a way добавим разнообразные оттенки игр, например, вот как про транспорт, или про музей, вот как про комнату, найти, где кто находится, это всегда необычно, это всегда интересно. Поэтому игру можно совершенствовать в зависимости от темы урока. Пример игр прост. Нам нужно дать совет, например, отрабатываем глагол should, на проблему, которая написана на картинке. Например, I have a headache. Нарисовать крестик или нолик на картинке, когда мы делаем правильное предложение с соперником, да, нам необходимо собрать пять картиночек в любом направлении в ряд, то ли это будет снизу вверх, то ли сверху вниз, неважно. Вот, соответственно, первый ученик говорит I have a headache, его оппонент дает совет you should sleep more или you should go to the doctor и так далее. И, например, ставит крестик, то есть он дал правильный совет, он зарабатывает возможность идти дальше. Следующий говорит I don't have any money, you should find a job. Ставит нолик, перекрывает ему дорогу вправо, чтобы он не поставил там свой значок и так далее. То есть отрабатываем опять-таки грамматику, например, глагол should можно использовать любой из модальных глаголов в зависимости от темы, но в данном случае именно совет мы даем, поэтому в основном отрабатываем здесь глагол should. Или же необходимо составить предложение, используя вначале can you tell me? Вот, и далее добавляем уже из той таблички, вот, например, перед вами, да, что нужно сказать. can you tell me why do you play computer games? И чтобы поставить нолик или крестик, ученику необходимо правильно ответить на вопрос. I play computer games because this is the only way I can relax. Ну, как вариант. И, соответственно, он ставит свой значок. И вот так вот, пока они не соберут в ряд пять крестиков или пять ноликов. на самом деле игра действенна, поскольку данную игру, конечно же, лучше использовать в паре, на мой взгляд, но я думаю, что можно и поделить на несколько групп детей, и каждый будет соревноваться на одном большом поле. Но, на мой взгляд, лучше, наверное, в парах. Это намного действеннее, по крайней мере, в парах идет хорошо. Наша основная задача, опять-таки, следить за тем, как они играют, как они произносят и строят те или иные предложения. Но, опять-таки, конечно же, априори лучше дать, естественно, модель, чтобы она у них была перед глазами, как мы строим вопрос, чтобы они этим пользовались и проговаривали. Тем самым, они непроизвольно запоминают ту или иную конструкцию вопроса. Вот такой вот метод. Если мы заговорим сейчас с вами о классических играх, это пазлы, на мой взгляд, беспроигрышная игра, она очень интересна, подходит для повторения времен, в первую очередь, оттачивание навыков чтения, а также нацелено на командную работу. Данная игра также хороша еще тем, что действительно, мы с помощью этих пазлов можем очень хорошо отработать и повторить времена. например, на бумаге мы пишем 3-5 предложения разным цветом, затем лист разрезаем так, чтобы разделить все фразы. Слова перемешиваем, складываем в мешочек, условно, делим класс на 2-3 команды и каждая поочередно собирает предложение. И побеждает та команда, которая быстрее всех сложит в правильном порядке это предложение, которое должно получиться верным, в исходном варианте. Вот. Вот так эта игра будет выглядеть, это правило непосредственно. И вот он сам пример игры. То есть, даны определенные фразы, они разного цвета, и их необходимо сопоставить так, чтобы получилось предложение. То ли это будет одного цвета, например, можно сделать определенные грамматические конструкции, например, все длительные времена будут зеленого цвета, все простые желтого и так далее. Например, существительные будут там синего цвета и так далее. То есть, тут можно опять-таки проявить фантазию, можно взять не только 2-3 предложения, а можно взять и текст, поделить его на смысловые части, выделить основные главные моменты, чтобы ученикам было проще на первых парах правильно подставить текст по смыслу и попытаться собрать текст воедино по предложениям, по фразам, по словам и так далее. То есть, опять-таки, данное задание способствует повышению внимания, полностью активизирует те знания, которые были получены ранее на уроках и все в таком духе. То есть, основное, что в этой игре мне приятно, то, что ученики работают командами и очень слаженно. Зависит, конечно же, от уровня подготовки и тот материал, который мы предоставляем нашим детям, но в целом игра идет очень хорошо, поскольку она красочная и интересная. Ну, в принципе, основные моменты об игровых технологиях мы с вами обсудили, проговорили. Мне было приятно, что вы также делились своими методами. И давайте мы с вами подведем итог. Насколько эффективно применение игр во время учебного процесса? Как вы считаете, коллеги, мне интересно ваше мнение и действительно ли эффективно это применение тех или иных игр и почему? Как вы думаете? Не стесняйтесь, пишите в комментариях, я прочитаю и выражу свое мнение на этот счет. Вот Елизавета пишет, что мотивация и интерес. Совершенно верно. Самое основное, что мы должны привить к нашим ученикам, чтобы им нравилось, это, конечно же, интерес. И должны их смотивировать на изучение языка не только в школе, но и дома, самостоятельно. Когда, например, они сами хотят узнать, как или что переводится, какое-то новое слово для себя выучить, чтобы потом на уроке можно было им воспользоваться, это всегда приятно и всегда, конечно же, поощряется. Есть еще предположения? Тогда идем дальше. Какие из предложенных игр, уважаемые коллеги, вы готовы применить на своих уроках? Но поскольку перед тем, как я спросил вас, знакомы ли вам эти игры, большинство ответили «да», то вопрос можно перефразировать. А данные игры такие же, как вы использовали, или есть что-то необычное, что-то модернизированное в этих играх? Что вам показалось наиболее интересным из тех игр, о которых мы сегодня с вами поговорили, обсудили? Светлана Анисиевна нам пишет, что очень эффективно применять практически все имеет смысл. Да, совершенно верно. Любая игра это маленький такой механизм в достижении определенной цели, определенного результата в дальнейшем, чтобы наши дети смогли раскрыть свой потенциал и достойно потихонечку шаг за шагом обладевать английским языком. И должна ли игра соответствовать цели самого урока и почему? Это то, что я неоднократно сегодня говорил во время нашего вебинара. Так, должна же все-таки соответствовать игра цели урока или нет? Почему? Вот, крестики нолики новая интересная игра, отлично. Поверьте мне, она очень хорошо будет сочетаться во время учебного процесса. Вот как раз нам Светлана Анисимовна отвечает на третий вопрос. Конечно, должна работать на цели и задачи урока непосредственно. Тем не менее, если мы даем определенную цель и задачу, которую мы хотим достигнуть, то игра только способствует достижению этой цели. Елизавета пишет не всегда. Почему? Почему не всегда? Как вы считаете? Почему? дадим возможность свое мнение высказать всем. Всегда интересно узнать, что думают коллеги, поскольку в любом случае у каждого свои методы, свои варианты. Если цель релаксационная, отвлечь внимание, но это ближе к концу урока, вы имеете ввиду проводить, да, элизавета, чтобы, например, тему отработать и потом по этой теме слегка такую релаксационную игру выбрать, чтобы слегка отвлечься от самого урока, но поработать какие-то лексические элементы. Хорошо, спасибо за ваш ответ. В целом, наши игры, коллеги, это действительно один из таких эффективных способов усвоения языков, поэтому нужно опять-таки игры давать порциями по темам урока, чтобы это было всегда интересно, и помогать нашим ученикам разбираться в правилах, давать им примеры, чтобы им было интересно. Ну что ж, уважаемые коллеги, я благодарен вам за ваше внимание, я приношу извинения за маленькую техническую накладку, надеюсь, это не повлияло нашему хорошему настроению, что вебинар прошел, он удался, я надеюсь, спасибо за вашу активность, я вам сейчас в чат скину ссылку на сертификат, который вы сможете получить за то, что были сегодня с нами, спасибо, что приняли участие, следующий вебинар на эту же тему мы проведем в 17.00 по московскому времени, вот перед вами как получить сертификат инструкция, я еще раз продублирую потом код и хочу напомнить, что уже в следующий вторник, если я не ошибаюсь, 25 сентября, поправьте меня, если я ошибся с датой, я проведу вебинар по типичным трудностям ОГЭ и как их преодолевать по письменной части, в конце августа был вебинар посвященный устной части, а теперь поговорим о письменной части, как я обещал, вот, поэтому присоединяйтесь, всего вам хорошего и удачи! и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok